Полыхает память А душа с тропинкою той, что к Иисусу привела И не вырвать из сердечной памяти Место, где стоял Голгофский крест День самый счастливый, самый памятный Когда я для Господа воскрес И не вырвать из сердечной памяти Место, где стоял Голгофский крест День самый счастливый, самый памятный Когда я для Господа воскрес Разбежали все пути, как молнии Радуга и возвысилась тезя Светом своим душу мне наполнила На Голгофе чистая слеза И не вырвать из сердечной памяти Место, где стоял Голгофский крест День самый счастливый, самый памятный Когда я для Господа воскрес И не вырвать из сердечной памяти Место, где стоял Голгофский крест День самый счастливый, самый памятный Когда я для Господа воскрес Радость, как весна, трепещет крыльями И с тех пор душа моя поет С Иисусом дни все стали быльями Что рождает солнечный восход И не вырвать из сердечной памяти Место, где стоял Голгофский крест День самый счастливый, самый памятный Когда я для Господа воскрес И не вырвать из сердечной памяти Место, где стоял Голгофский крест День самый счастливый, самый памятный Когда я для Господа воскрес И не вырвать из сердечной памяти И не вырвать из сердечной памяти Место, где стоял Голгофский крест День самый счастливый, самый памятный Когда я для Господа воскрес Братья и сестры Христос воскрес Христос воскрес Христос воскрес Воистину воскрес Слава Ему Я бы желал предложить нам Два места священного Писания И вместе с вами об этом порассуждать В день этого прекрасного праздника Воскресения Господа нашего Иисуса Христа Итак, послание Римлянам Четвертая глава Пару стихов включительно Но и в отношении к нам Вменится и нам Верующим в того Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего Который предан за грехи наши И воскрес для оправдания нашего И с пятой главы Итак, оправдавшись верою Мы имеем мир с Богом Через Господа нашего Иисуса Христа Через которого верою И получили мы доступ к той благодати В которой стоим И хвалимся надеждою славы Божьей И так мы видим Что Христос умир за грехи наши И апостол Павел говорит И воскрес для оправдания нашего Вы знаете, братья и сестры, я хочу сказать, и думаю, не ошибусь, что это праздник или радостный праздник, для всех грешников, из числа которого и я, и все те, кто выходил сюда, проповедовал и пел, и думаю, и вы, дорогие братья и сестры, не являетесь исключением. Еще раз подчеркиваю, это радостный праздник для всех грешников. Я хочу это еще раз повторить. Это фрое Фест для всех грешников. Почему? Потому что есть причина, потому что есть причина, потому что есть причина, потому что есть причина, что мы в нашем мире приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, что он умер из-за нашей грехи, и он воскрес для нашего оправдания. Вы знаете, самое большое проблеме, это наш грех. Это самая великая преграда, это самое ужасное, непреодолимое пропасть, между Богом и человеком, это его грех. Это та причина, которая на веки разделит человека с Богом. Это та причина, которая на веки разделит человека с Богом. Из-за этого причина говорит Иисус в Евангелии в Евангелии 3,16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Посмотрите в этом стихе, Христос показывает две возможности, которые имеет человечество, которые имеет человечество. Первая возможность, это его греховное состояние, по причине которой он погибнет, или погибший. Потому что не уверовал в Иисуса Христа, как в оправдующего Его Господа, и значит остается без оправдания. Это значит, он не уверовал в своего личного спасителя. Он не уверовал в своего личного спасителя. И значит быть спасенным. Вот эти две противоположности, они реальны и сегодня, друзья мои. И они работают в жизни человечества. И они работают в жизни человечества. Разделяя всех, они тренинят всех, в категорию оправданных и осужденных, в категории в категорию спасенных и погибших, в категорию спасенных и погибших. И вот, что мне особенно нравится, вы знаете, что Бог пожелал, чтобы все мы могли войти в категорию спасенных, что мы все в категории в категории реттен. Библия говорит, ибо он желает, чтобы все люди спаслись. Библия говорит, что он хочет, чтобы все люди спасались. Для этого он и послал Отец небесный Сын своего Иисуса Христа в этот мир. Genau из этого причин он был в этот мир, чтобы он пострадал за грехи наши и воскресил для нашего оправдания. Чтобы он пострадал за грехи, понимая это, дорогой брат и сестра, дорогой гость, дорогой слушатель, lieber гост, lieber заход, я бы хотел, чтобы мы могли это по-настоящему оценить. Смотрите, Бог не против твоего спасения. Даже Бог ничего не имеет против тебя как грешника. Готт hat sogar nichts gegen dich persönlich als Сündер. Мне нравится это место Священного Писания, где апостол проповедовал людям о Христе, и призывал их к покаянию, к примирению с Богом. Он произнес такие слова. Он произнес такие слова. Бог во Христе примирил собою мир. И дал нам слово примирение. И так говорит мы как посланники от имени Христова просим. «Примиритесь с Богом!» «Посмотрите Бог, Отец во Христе и Иисусе Сыне Своем». «Придаёт нам» «Руку примирение» и он говорит это не только нам, присутствующим сегодня в этом собрании, но Бог во Христе примирил собою мир. Когда я об этом рассуждаю, вы знаете, я нахожу, исследуя Слово Божие, что Бог ничего не имеет против грешников. Ничего. Бог знает, что они погибшие. Гар ничего. Бог знает, что они без его спасения погибшие. Бог знает, что они без его спасения погибшие. Бог знает, если он не вмешается в нашу историю, Бог знает, если он не вмешается в нашу историю, то мы без него погибшие. So sind wir ohne ihn погибшие. и, сожалея об этом, и им это герой, у Бога есть для нас добрая, хорошая Весть. Он послал Сына своего. И это сделал он только по той причине, что он так сильно возлюбил нас. И не пожалил Сына своего. И теперь, апостол Иоанн, в своем первом послании Иоанна, сразу с начала второй главы, пишет следующее, дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто из вас согрешил, то мы имеем Иисуса Христа, праведника, то мы имеем Иисуса Христа, праведника. Посмотрите, опять апостол говорит о грехах. Смотрите, опять апостол говорит о грехах. Он говорит о грехах наших. И он говорит о грехах всего мира. И он говорит, что Христос делался ходатаем за нас. И он говорит, что Христос делался для нас. В этом заключается наша радость. Дарин liegt unsere фреуде. Вы знаете, я уже не раз говорил с людьми, я уже не раз говорил с людьми, которые по причине их согрешений и грехов, приходили, но в такое состояние в состояние депрессии. Они не знали, куда от них деться. Что с ними сделать? Как от этой тяжести грехов избавиться? И это уже здесь на земле человек переживает такой дискомфорт. И даже здесь, уже здесь на земле человек переживает такой дискомфорт. Такое потерянное состояние. Это один станд, один потерянный станд. И человек ищет освобождение. Ищет свободы. Ищет спасение от этих грехов. Ищет спасение от этих грехов. Подумайте, братья и сестры, это уже здесь на земле. Денкь darüber нах, meine брютеры и швесты, это уже здесь на земле. Но это такое маленькое предчувствие того, это только маленькое предчувствие того, когда мы как личности, имеющие дать отчет за свою жизнь, будем однажды стоять перед великим белым престолом. Мы будем однажды стоять перед великим белым престолом, от лица которого, Библия говорит, бежало небо и земля и не нашлось им места. Что мы будем делать, друзья? Со всем тем, что мы накопили в процессе всей своей жизни. Я говорю о негативном. Я говорю о наших согрешениях. Я говорю о наших согрешениях. Сознательных и несознательных грехов. Бевусто или унбевустое Сюнди. О преступлениях перед Богом и людьми. Что мы будем делать, без оправдывающего нас Господа? Бог, зная это, Бог знает, что отдал Сына своего на крестные страдания. И бежал его на крестные страдания. И воскресил его для нашего оправдания. И достиг у нас для нашего оправдания. Я уже как-то говорил об этом. Я уже говорил об этом. Весь ужас голговских страданий Господа нашего Иисуса Христа. подчеркивает Реальность ужасной потери человечества. И это реально. Бог платил такую цену за нас. Для того, чтобы ты мог радоваться. Чтобы ты мог быть свободным. Чтобы тебя твое прошлое не тяготило. Чтобы ничто тебя не преследовало. И чтобы ты был не только прощен, но еще и оправдан. И чтобы ты не просто прощен, но и вероятен. Это так, как если бы это в твоей жизни вообще не было. Христос понес твое наказание на себе. И это никогда должно было произойти, это уже произошло. И он хочет там сказать, не бойся. Мы слышали в первой проповеди, ибо я был мертв. Но теперь жив во веки веков. Не бойся, я имею ключи Ада и смерти. Не бойся, я имею ключи Ада и смерти. Не бойся, я являюсь твоим ходатаем. Фьючал はфор в Девяте есть Придите ко мне все труждающиеся и обременённые. И я успокою вас. Слава ему за это, братья и сестры. Если ты труждающийся и обременённый, то он зовёт тебя. Он имеет тебя в виду. Он для тебя пришёл. Чтобы ты успокоиться. Вы знаете, что такое обременённый человек? Я смотрю, ни одного нет в нашем собрании с рюкзаком за спиной. Но как было бы неудобно с большим грузом сидеть сегодня в этом собрании, как было бы неудобно по жизни идти с большой тяжестью, как было бы неудобно по жизни идти с большой тяжестью. Но если бы сегодня Бог открыл кому-то духовные глаза, и он бы посмотрел на нашу собрание, может быть увидел бы рюкзаки, и они были бы разной тяжести, и они были бы разной тяжести, разной величины, unterschiedliche Größen hätten си геатт. Братья и сестры, брюда и сестры, то вот эти рюкзаки, из прошлой жизни пришёл Иисус Христос снять. Тебе не надо его нести. Ты не будешь его не тратить. Спейтестенс, как говорят по-немецки, в самый последний момент, спейтестенс в последний момент, ты узнаешь, что он будет самой великой преградой, для тебя, чтобы войти в тебе, тебе в город воротами, о котором сказано, не будет там ничего нечистого, и ничего преданной мерзости и лжи, и ничего, что там не было, и льга, и урага. Братья и сестры, скажем слава Богу, Слава Богу, Христос умер и воскрес для нас. Поэтому я бы хотел, чтобы тот стих, который я прочитал из послания Римлянам, пятая глава с начала, что он стал практикой нашей жизни, и так оправдавшись, с верой мы имеем мир с Богом. Да мы теперь у нас вероятны, мы имеем мир с Богом, мы имеем мир с Богом, через которого опять верою, мы получили доступ к той благодати, в которой стоим, хвалимся надеждой и славы Божьей, слава Богу за это. И я бы предложил сейчас встать на наши ноги, друзья, и воздать Богу славу за его смерть и за его славное воскресенье, и за его смерть и за его смерть. Слава ему за это! Будем молиться! И не вырвать из сердечной памяти место, где стоял Голдовский крест, день самый счастливый, самый памятный, когда я для Господа воскресенье, и за его смерть и за его смерть. И не вырвать из сердечной памяти место, где стоял Голдовский крест, день самый счастливый, самый памятный, когда я для Господа воскресенье, И не вырвать из сердечной памяти место, где стоял Голдовский крест, день самый счастливый, самый памятный, когда я для Господа воскресенье, делал Голдовский крест. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры подогнал «Симон»